Я бы хотел немножко поделиться своими мыслями о периоде, который мы проходим в этом времени. По большому счету цель – это проповедь, учение или просто мысли, особые периоды в нашей жизни, как стоять на страже и вообще зачем. Мы уже говорили о этом интересном периоде, коронапериоде, и все мы думали, что это быстро закончится, но все это выглядит как какая-то репетиция о том, что будет дальше. Мы не знаем, что будет дальше, но Библия нас учит, что может быть и тяжелее, и сложнее, и надо это также тренироваться, репетировать, так что это особенный период. И так как это все начало затягиваться в разных странах по-разному, у нас уже немножко больше месяца, это становится нашей рутиной. Мы уже привыкаем, никто нас никуда не гонит, нет каких-то гонений, есть какая-то иногда даже какая-то скукота в этой рутине. И все, по большому счету, неплохо, скажем так. Да, есть какие-то сложности, может иногда финансовые, но люди, да, выживают. И есть такие, которые называют это очень хорошим отдыхом, и я даже слышал, люди говорят, это самый лучший отдых в моей жизни. Так что период, можно сказать, не очень сложный, но это внесло нас в какую-то рутину. Я хочу немножко об этом поговорить и поделиться мыслями и почитать. Мы начнем с Ефесянам, пятая глава. Пятая глава, с 14 по 16 стих. Посему сказано «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и освети тебя, Мащех». Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Я советую прочитать всю главу, и до этих стихов, и после, чтобы даже понять контекст, потому что глава интересная и важная. И тут говорится о времени, дорожа каким-то временем, и о лукавых днях. И это хотел бы затронуть. И Бог всегда нам дает какой-то период времени. Что-то начинается, проходит период времени и кончается, так же, как это. И этот период короны, он закончится когда-нибудь, скоро или не скоро. Но Бог определил время для этого периода. И нам нужно это понять. Не всегда периоды трудные, но у каждого периода есть свое время определенное и цель, которую Бог поставил для этого периода. И не так давно, может, неделю назад, я пришел спать и начал анализировать мои дни, этот день, правильно я живу, эффективно ли. И я понял, что не совсем все мои дни эффективно, как бы хотелось бы. И лежал, и пришла, можно сказать, картина, не знаю, как это обозначить, но это было ясно очень. Как бы Бог меня, или это не был я, это был просто человек, ввел его в очень большой замок. Замок, и это не было навсегда, это было на какой-то период времени. Этот замок очень красивый, там было очень много комнат, все они были закрыты, были этажи. И этот человек вошел в лобби именно этого замка, или, я не знаю, как это сказать, ахуза. Это поместье такое, да, поместье. И там было много-много чего, много было чего, и было лимитное время там пребывать. Но этот человек подошел к камину, который горел, камин в этом месте, и просто смотрел на камин, на этот огонь, который горит, и потом он начал доставать с карманов, с пиджака разные часы, наручные часы, будильники. Какие-то часы он достал с этого, со стенки, и начал кидать в огонь. Начал кидать в огонь. Он просто стоял в этом огромном замке и кидал эти часы в огонь, и часы сгорали. И понимание, которое я понял и для семья, и, может, и для других, что иногда Бог нас вводит, и этот период закончится очень быстро. Есть много чего проверить. Там было очень много дверей. Этот человек должен выходить и посмотреть, что там есть, где-то постучаться, где-то ручки попробовать. Он должен был куда-то войти, но он остался на одном месте, на одной точке и сжигал время. Он просто кидал эти часы, разные часы. И я принял для себя, что этот период скоро закончится, и будет очень жалко, если прожить его неправильно или недостаточно эффективно. И для себя лично я принял, что надо перестать сжигать время и более лучше его планировать, потому что эта рутина, она просто нас сожгет. И тут написано «дорожа временем». И мы должны дорожить этим временем и быть мудрыми. Написано, что смотрите, поступайте осторожно и никак не разумно, но как мудрые. Обычно люди, которые, они уже им надоело, хоть они хотят, чтобы это закончилось, и мы дальше пошли жить. Но он сказал, это время, это что-то особенное. Если на английском мы знаем, что будущее число как-то называется present, будущее время – это present. Present – это как дар или подарок. Оно было подарено. Вот это то, что мы сейчас живем, это как дар. Мы должны его использовать мудро. И это насчет времени. Также написано, что дни лукавые. Когда читаем, есть разные мысли. Лукавые дни – это плохие дни, это тяжелые дни. Это дни, когда мы приходим к какие-то испытания. Но когда я почитал эту главу до и после, я понял, что это не совсем так. Если мы посмотрим на стих 10, на стих 14, написано, что «Восстань спящий». Это период какой-то, что не совсем все очень плохо. Это просто ты заснул, просто что с тобой случилось. Написано «Восстань спящий» и начинай следовать что угодно Богу в твоей жизни. В 10 стиху написано «Испытывайте, что было угодно Богу». Этот период, когда мы должны познавать в тишине, и может нет такой большой суеты, что угодно Богу, и пробудиться, и дорожать временем, потому что дни лукавые. Дни лукавые – это дни, когда есть очень большая опасность, что мы уснем, мы уснем, мы охладеем. Это намного хуже, чем те дни, когда у нас все плохо, потому что когда плохо и тяжелый период, мы бегаем, мы молимся, мы пытаемся решать какие-то проблемы. Это не лукавые дни. Это дни хорошие обычно, потому что когда послал Павел говорит, что когда мне тяжело, тогда является вся твоя слава и милость. Но такие дни, которые становятся рутиной, очень тихим временем, это дни лукавые, потому что в этих дни мы можем просто рухнуть духовно. И написано, что нам нужно познавать, испытывать и что благоугодно Богу. То же самое, как написано в притчах 29, «Без откровения свыше народ не обуздан». Мы должны получить откровение от Бога на эти дни и дальше. И чтобы получить откровение от Бога, нам нужно искать Бога и просить это откровение. Мы не можем просто сидеть или заснуть, как говорится в этой главе. Нам нужна мудрость. Нам нужна мудрость, чтобы не упасть, потому что эта рутина может достичь, как написано в откровениях, «Ты не холод и не горяч». Это рутина, которая все спокойно, более-менее начинают вещи стабилизироваться, может и финансы, и нет больших нужд, и все начинают просто засыпать и ждать, когда этот период закончится. И хотелось бы сказать не только о времени, а о этих лукавых днях, потому что сейчас, действительно, я так думаю, это мое мнение, что дни лукавые, они очень хитрые. Дьявол сейчас подходит как ангел, как говорится, как ангел света. Все хорошо, отдыхай, не надо слишком напрягаться. И хотелось бы также сказать, как нам правильно стоять в этой обороне и на страже, когда ничего не случается. И иногда буду приводить всякие примеры с армией немножко, потому что духовная и физическая война не очень похожи. И как должна выглядеть оборона, как систему, мы должны все делать систематически, это система обороны, когда никто не нападает. Если вы помните операцию «Ы», фильм смотрели такой, там эта бабулька с оружием, она ходила вперед и назад, и ничего реально не случалось. Она не знает, сколько раз это делала. Но кто служил в армии, и люди обычно посылают тебя охранять какую-то базу, или даже простые сторожи, которые работают ночью как сторожи, это скучно. Это скучно, ничего не случается. В 99% от случаев практически ничего не случается, когда ты сторож, или когда ты охраняешь какую-то базу, и ты начинаешь думать, ничего не случилось, ничего не случается, ничего не случится, я максимально хорошо должен провести это время на этой вышке или на моей смене, и просто ждать, пока она закончится, все будет весело и хорошо, получу денежки свои, пойду дальше. Я бы хотел привести примеры из Аввакума, как он заходил на свою стражу. Аввакум 2, 1, 2 стих. Аввакум 2, 1, 2 На стражу мою встал я, и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал, «Запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать». Это Аввакум начинает свое действие. Мы не знаем, сколько раз он ходил на ту стражу, период был тоже интересный, он должен был стоять на стенах и ожидать, что враги придут, обычно это с Вавилона, и он заходил в свое время на башню и просто нес свою стражу, никто не знает сколько и когда, наверное, это делал не раз и не два, но он заходил в эту стражу с ожиданием. Он не говорил, что окей, сейчас это все закончится, но он говорит, «Я хочу понять, что Бог хочет от меня в этот интересный период. Может, сейчас ничего не случается, но через 5 минут может что-то случиться, я должен быть готов». Именно вот это ожидание Бога, Его откровение, как мы говорили, без откровения свыше, мы не можем далеко идти. И стоя на страже, хоть и скучно, хоть и непонятно, и хоть хочется, чтобы эта скукота иногда прошла, и это рутина, всегда хочется каких-то острых ощущений, экстрима какого-то, хотим вернуться на работу, может быть. Но он говорит, «Когда я захожу на стражу, у меня должна быть гиша, правильный подход и правильное намерение, об этом надо молиться, потому что враг, он хочет, чтобы эти лукавые дни прошли, и мы вышли с этих лукавых дней как просто по нолям. И нам нужно понять, какие правильные принципы, чтобы мы стоять на страже. И принципы записаны во всей Библии, мы сейчас прочитали в Аввакуме, сам Ишуан у нас говорит, «Бодрствовать и молиться, чтобы не упать в искушение». Когда мы уже находимся в искушении, это уже поздно, мы когда проходим период искушения, мы молимся, и бьемся головой об стенку, и хотим как-то решить, но он сказал, «Бодрствуй и молись, чтобы периода этого не было, или то искушение прошло правильно». Также Матфея 25.13 написано, «Итак бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придется нечеловеческий». И чтобы понять принципы атаки и обороны, можно это в интернете почитать, кто хочет, у каждой армии свое, но когда армия стоит в обороне, вся сила у того, кто атакует, потому что он решает, когда и как. И тот, кто стоит в обороне, у него нет никаких возможностей узнать, когда его атакуют и как его атакуют. Он просто должен быть готов на максимум из вариантов. и оборона не может быть пассивной. Правильная оборона не может быть пассивной. Она должна быть активной обороной. Когда люди, когда армия заходит на какое-то место, на какую-то часть, которую захватили, они начинают распределять всякие задания. это не только стоять и ждать и охранять эту территорию. Они начинают ночью делать всякие разные вещи. Они выходят из этой территории ночью, чтобы делать всякие разные патроли. Они устанавливают камеры, они рассыпают всякие мины. И они уходят далеко от этого места, чтобы хоть чуточку понять, как ведет себя враг. Если возможно, то даже встретить врага. И у нас говорится, что самая лучшая оборона – это есть атака. К этому надо привыкнуть, понимать это, потому что враг такого не ожидает. Враг ожидает прийти на все готовое и сделать свое дело. И враг всегда готовит планы. Он проверяет. Проверяет людей. И он атакует, когда люди не готовы. И мы должны готовы им быть. Это очень-очень важные принципы. И оборона духовная должна быть очень сильной, активной и эффективной. И поэтому Библия говорит «облекись во всеоружие». Мы сейчас не будем это читать. Но это очень-очень похоже на принципы физической войны. Облекись во всеоружие и в веру, и в Слово Божье. Нам нужно облекись в это всеоружие и быть наготове. Мы должны быть профессиональными в своем деле. Мы прочитаем Булука 22, 35, 36. «И сказал им, «Когда я посылал вас без мешка и без суммы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток?» Они отвечали, «Ни в чем». Тогда он сказал им, «Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, так же и сумму, а у кого нет, продай одежду свою и купи меч». Ешуа готовит своих учеников на следующий период. Период, когда его не будет рядом, это раз. А во-вторых, этот период, когда они ходили за ними и просто принимали, как молочко, это духовное, что он учил, что он оставлял, всякие теории, которым он говорил. Сейчас пришло время, когда надо все, что научено, привести в практику, и он от них уходит, именно с физической точки зрения. И он говорит, «Теперь вы должны быть готовы, готовы, чтобы будет плохо, готовы, чтобы будет тяжело, и вы должны обороняться и физически, и духовно». Они не совсем так поняли, когда атаковали с мечом то ухо перед распятием, но меч – это важная штука. Меч, он говорит, есть вещи, которые очень важны для вашей обороны. И я думаю, это мое мнение, что он и говорил, будьте готовы, возьмите вещи, то, что надо, потому что я вас буду дальше посылать, чтобы нести благую весь миру, это не будет легко, и купите меч. Когда вы будете в поездках, в походах, меч – это очень важная штука, не надо никого убивать, атаковать, обворовывать. Меч, когда он на вас висит, он делает пол работы, как называется. Он просто говорит о готовности. Мы знаем, у нас в Израиле много терактов, и у нас там не скучно, но когда террорист ищет себе какую-то жертву на улице, он никогда не нападет на человека, у которого в штанах пистолет висит. Этот человек не ходит вот так вот с пистолетом по улице, он просто положил его в штаны, для самообороны называется. У меня тоже такое есть, очень эффективная вещь. И когда он видит два человека, один вооружен, один нет, он, конечно же, прыгнет с ножом на того, кто не вооружен и никак не может за себя постоять. И нести меч, вести правильную оборону это библейский принцип. И рутина, в которой мы сейчас находимся, которая закончится в конце концов, это хорошее, качественное время готовить себя к тому, что будет дальше, потому что дальше что-то будет. Все может обратно утихнуть, и мы вернемся в свои прежние дела, но может быть и совсем по-другому. Как мы видим в мире, и вторые, и третьи волны этой же болезни приходят к людям, идти опять, закрытие, и опять финансовые проблемы и все такое. Но Бог говорит, возьмите это время и используйте его качественно, потому что дни лукавы, это раз, а во-вторых, это хороший период снарядить себя и сделать правильную оборону вашей жизни, именно духовную. И этот период, это тот период, как и Аввакум получил, Аввакум получил свои ответы на его ожидания и свои откровения и начал пророчествовать. Можете почитать книгу Аввакум, она очень короткая. Он принял свою задачу после того, как он правильно провел время в обороне и начал быть эффективным в следующих его шагах. Мы должны, и мы должны это понять. И мы не знаем, когда Бог дальше начнет двигаться. Мы знаем, что когда народ израильский был в пустыне, они не знали, когда Бог дальше пойдет. Он приводил их в какое-то время на какое-то место, потом столб останавливался, они разбивали свой лагерь, свой шатер. Никто им смс-ку по ватсапу не посылал, вот мы сейчас тут недельку, потом мы пойдем дальше. Они не знали. Они просто останавливались. Иногда говорится, что они могли там стоять 2,4 дня, а иногда и месяц и больше. Никто не знал. И они могли проснуться утром, и столб начинал двигаться. И когда столб начинал двигаться, надо было все эти монатки быстро собрать и начинать идти. Но есть люди, я думаю, я надеюсь, что есть люди знали, что мы не знаем, как Бог двигается, но нам нужно быть готовы. Может, они более эффективно раскладывали свои вещи, чтобы их быстро собрать и идти дальше с Богом по его плану. Мы не знаем, когда враг атакует, мы не знаем, когда Бог двинет на следующий уровень, но нам нужно быть по-максимальному готовы. И мы поговорили сейчас об этом особом периоде, и как стоять на страже. И последний вопрос, который я хочу затронуть, это зачем? Зачем? Нам это нужно. Мы можем просто переждать, вернуться к своим обычным делам. И я бы хотел прочитать с одной притчи, немножко странноватой, Марка 11, с 11 до 14. И вошел еще в Иерусалим и в храм. И, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней, но придя к ней ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смок. И сказал ей еще, отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек. И услышали то ученики его. Также, чтобы понять лучше все, что там творилось, а не только именно эту историю, мы должны прочитать до и после, чтобы понять контекст. И контекст там очень-очень великий, как говорится. Мы знаем, что случилось с этой смоквой. Она увяла и умерла, скажем так. Но что у нас есть по фактам? Что случилось перед этим? Ишуа приготовил свой вход в Иерушалайм, и он вошел туда как царь. Вы помните этот период, когда он вошел на Сле, когда люди, простые люди, они приняли его, они разлагали там свои вещи и кричали, что это царь. Есть такие, что говорят, что это Мащиях. И он вошел в Иерусалим по-царски. И можно сказать, что Ишуа пришел в свой офис на земле. Как бы это не было понятно, но это был пик совершенства. Вот этот день или период, эта неделя, мы не знаем, сколько там это было, но он пришел к себе домой как хозяин. Иерусалим должен был быть готов во всех его сферах. Мы видим, что подготовка за входом в Иерусалим, она прошла хорошо, скажем так, по плану, да, простолюды поняли это. И потом, когда он зашел в храм, нет дня важнее в истории для храма, чем этот день был. Потому что царь пришел на свое место как хозяин, это его офис на земле, и ничего для него не было готово. там и шли религиозные какие-то ритуалы, там была бешеная коррупция, они что-то там продавали, что-то там покупали, и он говорит, опа, я пришел к себе домой как хозяин, а у меня тут балаган. И он начал все вот это вот очищать, всех бить, продавать, переворачивать столы. Почему? Потому что он имеет полное право. Это то же самое, что я сейчас, у меня есть маленький офис дома, иногда это случается, я прихожу в свой офис, а там куча лего разбросаны, всякие коробки, всякие еда, потому что мои дети иногда заходят без моего вопроса, начинают там делать балаган, я просто все выкидываю. Это очень-очень маленький микро-пример, но плюс-минус то же самое, потому что этот храм, который должен быть место для трона самого Бога, и сам Бог, который оделся вплоть, пришел к себе обратно в хозяйство, и ничего не готово для него было. И в нашей жизни может быть то же самое, если он может прийти и увидеть, что без беспорядок, или он начнет вести порядки, или он просто провозгласит суд над нами, никто не был готов для этих хозяев, для того, чтобы хозяин пришел. А что с этой смоковой, бедной, несчастной, она ничего такого не сделала, но есть тоже несколько фактов, это мои мысли, у каждого могут быть свои, есть разные перушины на это дело. Пришел Творец, который сотворил эту смокву, и она была зеленая, красивая, кто знает, как смоквы выглядят, и смоквы есть очень много в Библии, с начала от бытия, когда Адам и Ева прикрыли себя смоквами, она была красивая, стояла там, если прочитать немножко про смоковое дерево, она очень уникальная, она очень вкусная, дерева, которые дают как минимум два раза плодотворят в год, есть другие типы дерев, которые три дают, как бы можно подойти к смокве и всегда что-то найти, или те фрукты, которые может уже засохли и остались на дереве, или те фрукты, которые начинают начинают лебадзбец, начинают созреваться, они уже фрукт, смоквы, это не фрукт, это цветок, когда мы смотрим на смок, это как цветок закрыт, это есть это фрукт, что мы кушаем, этот цветок, он просто как бутон, инжир, да, и когда еще подошел, он знал, что там не будет какого-то там урожая, написано два факта, что еще не пришло время собирания плодов, это значит, что никто не подходил к этому дереву, чтобы собирать плоды, это раз, и на иврите, и тут хорошо в марке именно написано, не найдет ли чего-нибудь на ней, хоть что-нибудь, хоть какую-то зацепочку, хоть какую-то что-нибудь взять маленькое в рот, положить, это не то, что Ешуа не мог себе позволить кусок хлеба, он мог к тому же иуде, который с чемоданом ходил и пойти купить себе какому-нибудь бейгеле рядом там, это не в этом тема, он просто хотел привести очень серьезный пример, что эта смоква, которую создал сам Бог и запланировал, она тоже не была готовая, она была красивая, она была красивая, у нее были эти листики зеленые, написано, что все у нее было типа хорошо, но когда Ешуа пришел и начал ее проверять, он же знает, что было и год назад с этой смоквой, что будет через полгода, он понял, что это, как говорится, тупо кусок дерева неполезного, с него уже ничего не сделаешь, и сразу после этого мы можем читать, еще он начинает учить о вере, он говорит, все, что ты сейчас видели, то, что сейчас произошло, это очень-очень плохо, я как хозяин вернулся в свои покои на этой земле, можно сказать, храм не готов, там веры нет, там есть коррупция, там есть религия, там не готовы были ко мне, и даже эта смоква, которая должна быть плодотворна и плодовита, она просто не была готова, у нее не было ничего, не то, что не было ничего сейчас, у нее не было ничего никогда, люди проходили рядом, говорили, очень красивое дерево, но она ничего не могла дать, потому что изнутри она была бесплодна, и поэтому он ее проклял, чтобы она не обманывала рядом проходящих людей, и Бог всегда готов вкладывать в нас и давать нам еще и еще шанс, но эти шансы в конце концов могут закончиться, можем прочитать Лука 13 глава, с 6 по 9 стих, и сказал сию притчу, некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней и не нашел, и сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу, сруби ее, на что она и землю занимает, но он сказал ему в ответ, господин, оставь ее на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода, если же нет, то в следующий год срубишь ее, и это принцип, как Бог работает с нами, он никогда, он очень добрый отец, написано, он добрый пастырь, он всегда и раны лечит, и шансы дает, и помогает, и написано, и учит Дух Святой, напоминает нас, шанс всегда есть, но приходит время, когда есть большое понятие, что этот человек без толку, в него вкладывается столько много, и Бог за ним бегает иногда, и стучится, как написано, не отворит ли, что значит не отворит ли, человек должен отворить эту дверь, Бог не вламывается, не выбивает эту дверь, на кой заходит, сейчас я все сделаю, и это, опять-таки, это смоковница, говорит, дай им еще, дай еще, еще шанс, я сделаю еще какие-то, может испытания, может какие-то вещи в его жизни, может да, в конце концов, он принесет этот плод, и то, что это дерево красиво, это не плод, это просто, дерево красиво, и когда, есть еще один пример, когда мы все садимся в лодку, начинаем грибсти, грибсти, чтобы дойти до какой-то цели, это можно сказать, как организация, как община, если один-два человека, они не грибут, они не то, что они ничего не делают, они мешают, они убавляют скорость, если я на веслах не так давно, не так недавно плыл, но было такое время, если ты убираешь одно весло, или просто кидаешь одно весло в воду, чтобы оно просто висело, оно мешает всей лодке продвигаться, и такого человека или надо заставить и научить, или просто выкинуть, это то же самое, у Бога есть система, у Бога есть его царство, в этом царстве надо функционировать, потому что, если ты не функционируешь, это ты делаешь только незик, вред, да, и в этот период мы должны понять, во-первых, что такой период начался, что это лукавые дни, это опасные дни, в которые мы должны понять эту опасность и начинать очень сильно, даже когда не хотим искать Бога, и даже когда надо встать раньше, или немножко позже просидеть, когда все идут спать, чтобы немножко больше почитать, немножко больше помолиться, искать и требовать эти откровения, потому что понимаем, что дни лукавые, и приобретать мудрость, и стоять на страже, Библия полна, в принципе, как нам правильно надо стоять на страже, и вопрос, зачем, на этот вопрос только Бог может сказать ответ, потому что у каждого есть свой путь, своя тропинка, но когда мы сделаем все эти принципы, Божьи сложим их в одно, я думаю, ответы начнут прививать очень быстро, я бы хотел, чтобы мы уже сегодня приняли себе какие-то решения, завтра у нас воскресенье, новая неделя, и можно принять какие-то решения, как я хочу лучше прожить эту неделю, чем я прожил ту, быть более плодотворным, и действительно, когда этот период закончится, посмотреть назад и сказать, да, я думаю, что я хорошо этим временем использовал и вложился, и я готов на то следующее, куда Бог меня дальше поведет. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok